Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, с вами Датьяна Любимова, я природная ведущая. Посмотрим с вами что там новенького у того человека, который вам нравится. Сразу хочу предупредить я немного, ну мягко говоря, не в голосе. Сейчас, ну сами понимаете, погода, сквозняки и всё такое. Вот, ну я думаю, что вы, дорогие, в любом случае рады нашей встрече. И поставите лайки, посмотрите от начала до конца наш с вами сеанс-просмотр это видео. Вот, ну и пишите ваши комментарии, дорогие, буду очень рада. Итак, давайте приступим, давайте посмотрим. Я, кстати, предлагаю вам сейчас окунуться вообще. Отпустите все мысли, расслабьтесь, закройте глазки, подумайте о том человеке, который вам интересен, да, о котором вы хотите узнать. И даже если у нас общий сеанс, мы будем сварить на второго загадочного леса. Великолепные, может, такие языческие. То, что в традиции зелёные ведьмы, кстати, да, в моей традиции веканство – это и молитвы, и заговоры. Отпустите себя, посмотрите вглубь себя, просто отпустите. Вот эти арканы, эти карты, они помогут заглянуть, узнать своё я, настоящее я, свою суть, свою природу. Природа. Так как я природная ведьма, это мне всё близко. Так же, как я и чту традиции веры. Дорогие, это такое небольшое отступление. Мы сонастраиваемся, те, кто будут писать, что я очень много говорю, или что-то вступление всегда. Одна дама написала, она уже в блоке. Эх, не могу сказать, сейчас я на ютуб. Девчонки, в комментариях я написала, что я думаю, открыто, по-русски, матом. Ну, значит, пусть гадят под своим забором. На этом мы и закончим пока, да, вот с этими негативщиками. Итак, думайте о вашем человеке. Откроется и ваша суть, может быть, в чём-то, да, вы всегда поймёте и его суть, будем на это надеяться. Так, поехали. Что сейчас между вами происходит, посмотрим для начала. Какую роль играете вы, какой он. Итак, нужно сказать, что у вас отношения – это всё-таки взаимный энергообмен. Тянуть на себя одеяло здесь бесполезно. То есть любой захват перины, подушки на себя приведёт к минусу с обоих сторон. То есть никто не получит желаемого, искомого. Здесь, знаете, как здесь нужно пополам всё, да, но не пополам счёт в кафе, а именно энергообмен, заботу, вот здесь должно хватать в равной доле, потому что здесь может недоставать либо вам, либо ему внимания, заботы, поддержки. То есть вот здесь надо как-то стараться на равных. У вас куда идёт, в плюс или в минус, давайте сразу посмотрим. Здесь есть некое разочарование. Почему-то нам показывают всё-таки мужчину, хотя это можете быть и вы. Знаете, когда устаёшь от полученного, от того, что раньше радовало, да, какое-то такое состояние некого уныния, ну давайте вас посмотрим. Девочки, а что вы, по что вы ужик это мучаете? Нам здесь показывают, что вы его обижаете, бежит от вас и плачет. Либо у вас есть кто-то, либо здесь действительно любовный треугольник, либо вы просто мужчиночку своего как-то, ну что-то очень жёстко с ним обошлись. А может быть вы хотите, чтобы он вот так себя чувствовал? Умстите за что-то ему, я мстю, я мстя, моя страшна. Он, слушайте, я даже не знаю, но мужчина видит красоту этого мира, но через бремя некой тяжести. То есть он видит прекрасных дам, природу, погоду и всё такое прочее, но сам он как будто бы не может насладиться всем этим. Под какой-то тяжестью, ну-ка покажи нам поконкретней. Как мне нравится. Вы знаете, он говорит, ему развиваться надо, ему не до этого. Он что-то тебя тащит на себе, даёт обещания и должен их выполнять. Почему ты плачешь, дорогой? Что с тобой не то? Слушайте, ну вот здесь кармические родственные души, частички, здесь должна быть искренность, верность, преданность, да? Друг другу должны доверять. А здесь, знаете, как будто бы произошло какое-то недоверие к вам. Чем-то вы его обидели? Он разочаровался, девочки. В ближайшем будущем мы видим, что... Ну, мы видим всё-таки хорошие перспективы, поэтому расслабляемся дальше. Давайте посмотрим, в каких он энергиях сегодня. Что там по поводу вас? Нужно сказать, что в очень хороших энергиях. У него может быть какой-то подарок от Вселенной. Возврат долгов, неожиданные приятные случайности, которые не случайные. Тут его выводят, знаете, в категорию везунчик. Он прям какой-то везунчик сегодня и вообще. Что ещё интересного у тебя? Посмотрите, у него гармония полная в его доме и в целом его окружении. Он такой насыщенный, плотненький. Вот какой-то, знаете, энергетика у него плотная. Несмотря на то, что он там переживал, плакал. Этого человека любят. Ну, посмотрите, потому что кто? Царь леса, царь природы. Девочки, ну это же сам император, если по классике говорить. Это мужчина, самое что ни на есть, большой буквы. Мужчина-то какой у вас хороший на самом деле. А вы что такая прям плохая? Ну-ка, это вы. Посмотрите, что творите. Вы его действительно обижаете? Смотрите, здесь ещё о ссорах речь идёт и настаивании на своём. Короче, вы, похоже, что остранный язычок, и гнёте свою линию, и не можете либо подстраиваться, да, как-то мудро себя вести. Лезете на рожон, а ещё провоцируете на конфликт человека. И он, кстати, может думать-думать, потом хоп и слиняет в один прекрасный момент. Он уже об этом задумывается. Только не показывает, у него тут сомнения у него есть по поводу, как с вами быть. Ну вот, ваше общение, как вы разговариваете с ним, как себя ведёте. Многие из вас скажут, да нет, я наоборот, тут такая пушистая и хорошая. Ну, значит, не ваш расклад. Но вы послушайте, может быть, здесь будет рациональное зерно и для вас какой-то важный инсайт, озарение. Что-то всплывёт, вы что-то вспомните, подумаете. И, может быть, вас проинтуичит, будете что-то знать о нём, то, что он от вас скрывает. Давайте мысли о вас посмотрим сегодня, какие у него. Ну, это прекрасно. Во-первых, шут дурак. Он, наверное, думает, что вы такая дурочка, да, из переулочка. Была история, как-то с племяшкой маленькая была. В разговоре я сказала, что мы с тобой как две дурочки с переулочка. Вот. А потом, значит, говорю, нет, только смотри, говорю, папе так самое главное не скажи. Ну, потому что папа по некоторым моментам весь такой правильный, а я вроде как ребёнка плохому учу. Вот. Она говорит, конечно, конечно. Через несколько дней мы встречаемся, да. Я приехала к нему в гости. Вот. Ну, и племяшка меня заранее в коридорчике такая, не переживай, папа сказал, что тебя ругать не будет. Ну, я надеюсь, что вы поняли, да, тонкий юмор. Что всё, конечно, было сказано сразу же. Но папа сказал, меня ругать не будет. Так вот, девочки, про дурочку с переулочка. Раз. Ну, что вы вольная, как ветер, может быть, так. Плюс ещё, как драгонщик, вот видите, чувак, не дышите. Тут прям всё против вас идёт. Ну, так прикольно, так здорово и весело это. Слушайте, мои дорогие, это же очень-очень полезно и важно. Ой, а с другой стороны, вы ещё и птичка такая умная. Ну, вы сексуальная, вы умная, интеллектуальная, и вы волшебная. Видите, как этот белый олень. Олениха, да? Олениха. Напишите, как правильно ударение, куда, в комментариях, пожалуйста. В общем, дуркуйте. Вы, но вы умная, притягательная, природная, для него очень-очень важная персона. Но вы сама по себе. Вот что, он это чувствует. Может быть, он и переживает, что вы никак не идёте к нему, ни ручная, с руки не идите, как говорится. Хорошо. Чувства к вам на сегодня. Девчат, ну, это самый такой классный, один из самых замечательных арканов. Он думает о вас очень хорошо, он вас уважает. Он видит в вас духовную личность, персону, такую очень высокую для него, да, в хорошем смысле этого слова. Здесь вообще-то хорошо, если бы были мысли, если вы не женаты, создать с вами серьёзное, плотное отношение, мудрое и хорошее. Он вас очень уважает, он, можно сказать, что он вас как-то очень сильно превозносит. Здесь семья, здесь семейные ценности, здесь традиции, и вот что он чувствует. И обязательная радость, радость с близкими. Мужчинка на самом деле серьёзный. Может, только вам он что-то не нравится, да? Не нравится? До победного прям. Ну, вот что-то вы здесь крутите, мутите, дорогие. Чем он вас не устраивает-то? Вы ожидаете что-то? Знаете, здесь какая-то неискренность. Может быть, подвёл как-то вас, или вы его заподозрили в чём-то. Какая-то неискренность, как предательство для вас послужило. Какая-то ситуация. На самом деле, посмотрите, самое это, солнышко, солнечный свет. Не надо печалиться, всё хорошо. Знаете, как вам говорят, вроде как относитесь проще, да? И люди к тебе потянутся, и этот мужчина будет с вас пылинки сдувать. Будешь ты сдувать пылинки с той девушкой, с той женщиной, которая тебя спрашивает, здесь справедливость должна быть. Всё будет по справедливости. То есть, как вы, так и к вам что излучаем. Вот он, солнечный свет, то и получаем. Здесь своеобразный урок для вас, дорогие. Призадуматься. Девочки, если вы всё положили на алтарь этих отношений, считаете сейчас, что я не права, я права, а я права, значит, что-то вы недоработали, либо это просто не ваш сюжет, не ваша история, обязательно зайдите в плейлисты у меня на канале и посмотрите очень много на разные темы. В принципе, конечно, любовь и отношения. Но там есть свои нюансы, просто посмотрите видео. Что он будет в ближайшее время для вас делать? Будет ли вообще? Знаете, здесь так интересно, пока показывает, что он какую-то паузу берёт. Там уже призадумывался, ему энергии надо, и время ему нужно для чего-то, для чего-то. Ну вот опять, пожалуйста. Что он обижен, девчонки, на вас? У него ограничения, он не может, он себя либо плохо чувствует, либо энергетический непорядок какой-то. Что ты хочешь, чтобы эта девушка и женщина сделали для тебя, чтобы ты вышел из уныния? Чтобы вы были стабильны, он хочет, во-первых. Он ещё присматривается к вам, как ни крути. Если вы на мужа спрашиваете, не знаю, может быть, он ждёт от вас, чтобы вы стали более рачительной. Всё в дом, всё в семью. Он думает очень много о вас, и он медлит. Он иногда бывает в холоде, но он всё хочет рассчитать, и чтобы всем было комфортно, удобно и хорошо. Видите, на эти волшебный цветок. Здесь какой-то шанс на счастье, или это даже можно назвать шансом, но больше здесь какой-то сказочный, магический момент в ваших отношениях. Здесь есть встреча, есть улучшение отношений, качество отношений. Самое важное, здесь есть чувства. Вот эти чувства не потерять с помощью того, чтобы... Ну, своего характера просто, да, с помощью своего собственного характера. Не упустить то, что есть между вами, как некая блажь, знаете, и меня не цените, а потом, потерявши, будете плакать, дорогие. Здесь и сейчас нужно вести себя достойно, и понимать, что вы можете человека потерять просто этого. Ну, вот вам и гусли. Девочки, любовь влюблённой, может быть, сейчас на выборе вы стоите оба, но сближение, примирение быть должно. И ещё вам совет, рекомендация. Девочки, ну, у вас зелёная мама, природная женщина, семья, дети, то, что важно, энергетику повышаете, у вас все задатки очень сильной волевой женщины, но природной, мягкой при этом, и рождающей, дающей хороший ресурс не только окружению, но и своим близким, в первую очередь, да, и своему мужчине. Я считаю, что у вас всё хорошо, будет, друг, а лучше. Пишите ваши комментарии, вот на этой приятной волне мы с вами сейчас заканчиваем просмотр, сделаем бонусы, да. Давайте просто 3 вопроса на любую тему, и посмотрим ответ. И посмотрим с вами ответ. Так, на двойном таро буду смотреть. То, что вы перед собой видите картинки, пусть вас это не смущает. Выбирайте первый, второй, третий вариант. Выбрали. На картинке внимания не обращаем. Ответ может быть совершенно не тот, который вы ожидаете. Итак, первое. В заданной вами теме вам приходится крутиться и вертеться, и хрен редьки не слаще. Насколько вы пытаетесь обходить острые углы, всем нравится, обходить острые темы, быть мобильной и прочее, да, пытаетесь и так, и сяк, но на деле выходит всё равно против вас. Что воля, что неволя, да. развития нет никакого. Может быть, пора подумать о том, что уже поставить вопрос, а кто в доме хозяин? Либо для себя, что вы хотите быть всё-таки счастливой, а не вот какое-то приспособление. Быть реально мобильной и ни от кого может быть независимой, да, ни от припун, ни от людей. Потому что здесь, чем вы больше дипломатничаете, тем вы больше получаете какой-то вот отворот-поворот. К любой теме вот эту информацию приспособьте. Кто выбрал второй вариант? Смотрим, что у вас. А здесь ситуация как раз-таки закрытая. Вот здесь либо невозможность хорошего брака. Брак, конечно, слово, хорошее слово браком не назовут, но союза. Вашего союза. Здесь идёт какое-то закрытие, но возможно, открытие новых нюансов. Может быть, не догматичных, а как раз-таки наоборот. Возможно, это не совсем духовный союз, связь, то, о чём вы спрашиваете. Здесь могут быть некие подставы, что-то такое не совсем компетентное, да, не совсем проверенное, но тем не менее, возможно, вы как-то выйдете в состоянии, когда вас просто, может быть, интуитивные какие-то тайные знания вас приведут к решению вопроса. Но здесь может быть, знаете, как ещё, те, кому вы доверяли, они как раз-таки вас не поддержат, либо заберут свои обещания назад, разочаруетесь в ком-то, кто вам много чего обещал. Там как-то всё идёт не по плану, и вас может вывести вот какая-то что-то удивительное вас может вывести совершенно, может быть, оттуда или от того, от кого вы не ожидали. И третье. Обжегшись на молоке, дуете на воду. Уже получили некий урок, а теперь осторожней ищите. Дорогие, пришла пора, действуя, двери перед вами открыты, используйте возможности, используйте шансы. хуже чем есть не будет, показывают так. То есть вы сами себе делаете припоны, поэтому вам есть над чем подумать. Я надеюсь, что вам информация была интересна и полезна, так же, как и наш сеанс в общем формате. Я надеюсь, что вы уже подписались и поставили пальчики вверх, пишите ваши замечательные комментарии. Я же вас всех благодарю и говорю вам большое спасибо, что вы такие умнички. и пусть все у вас будет взаимно. До новых встреч, дорогие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok